Может быть у нас, например, ID, еще один ID, мы можем использовать autoincrement, autoincrement он добавляет числа по номеру, автоматически, автоматически добавляет, ну, просто порядковые числа, это может быть. Нет, например, вы добавили первого человека, у него будет сначала будет единичка, второго человека вы добавили, вторую строчку, у него будет 2. Он дает ему номер, как бы порядковый номер, но он тоже уникальный, тоже будет уникальный, можно будет использовать как primary key. Если бы вот у вас была запись, например, под третьим номером у вас, какой-то человек, вы ее удалили, потом добавляете нового человека, у вас следующий автоинкрементный номер будет на четверку, не будет тройки. Если он его уже использовал, у него добавлять не будет. Окей. Итак, мы вот добавили autoincrement, и давайте мы посмотрим, мы можем добавлять данные с помощью insert, но нам не нужно будет добавлять данные, просто посмотрите, как это делается, и давайте мы вот Dave пропишем как null, и попробуем запустить этот код. он нам выходит, выводит ошибку, выводит ошибку. Давайте ее прочитаем. You have an error in id SQL syntax, check the manual that corresponds to your mysql server version. Так, что иначе только в отличий вкладка и уникальный prze furry неподидный и cz echo его. ... ... ... ... Теперь этот код у нас прошел, теперь он нам ругается на данные здесь, да, данные здесь, и что он говорит? Column doesn't match the value count at row 1. Первый у нас auto-increment, да, первый у нас auto-increment, и здесь иногда мы можем также указать при insert какие именно колонки мы хотим добавлять данные. Давайте мы здесь укажем name и departed. И вот это скопируем. Теперь он знает то, что каждое значение здесь отвечает за за вот эту определенную колонку, да, куда все это вставляли. Окей, unknown column. Почему так? Потому что не показал, что это. И естественно здесь мы поменяли depart. Окей, так, хорошо. Теперь все у нас отлично вставилось, здесь просто не показывает пока. Давайте сделаем вот так. И запустим. У нас выводит такая вот табличка. Смотрите, ID у нас сгенерирован автоматически, да. У нас авто-инкрементный, то он у нас добавился автоматически. Дальше. Employee ID тоже у нас номер квали мы сказали. Он его записал там. Name и depart. И теперь мы можем с помощью запроса здесь вытаскивать только те даты, которые нам нужны. Давайте мы попробуем добавить еще данных. Так, еще это вот данность. 4. И здесь сделаем все. Да-да, в каком департаменте хотите работать. Все решено. Так, окей. Ну и давайте здесь сделаем еще пятерку. Ну, в целом, нам ID мы ведь добавили, а ID новый, поэтому этот ID нам не так важен. Но пусть будет. Тут только тур. Тур. Вас сделаем CEO. Окей. Так, окей. Или давайте вас тоже сделаем ID. Будем с вами проводить какую-нибудь статистику. Мы можем также добавить еще один, еще одну колонку, salary. Пусть это будет у нас integer. Окей. И так же, у меня не может быть много. Так. Так же, например, если здесь в имени вы хотите, чтобы это имя было уникальное, вы также можете добавить, ну, unique. Окей. Так. Окей. Так. Теперь мы можем здесь добавить salary. 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 И добавим зарплаты. Добавим зарплаты. Ну, конечно, пользоваться Python намного удобнее, чем SQL. Ну, хотя SQL он тоже нормальный. Но как будто бы Python у нас более нибкий, да? Давайте запустим код. Так. Такая вот у нас таблица. Теперь мы можем отсюда, вот у нас есть select. Select это значит выбрать. И у нас здесь звездочка есть. Звездочка. Здесь мы указываем, какие колонки мы хотим увидеть. Да? Например, мы можем не все колонки выбрать. Мы хотим только ID увидеть. И будет name. Name и salary. salary, да. Департамент нам не нужен. И ID нам тоже не нужен. И у нас, видите, на отображение выходят только те колонки, которые мы попросили здесь. Так? Можем выбрать только имена. Имена и зарплату. Да? Окей. Так. Окей. Ну, если хотим выбрать все колонки, то просто ставим звездочку. И указываем from employee, да? И с какой базы даны. Так. Окей. Дальше. У нас есть условия. Условия фильтрации. Например, нам нужны, да, вот это допустим. Нам нужны не все департаменты. Мы хотим только айтишников достать. Да? Мы можем указать. Здесь у нас есть оператор where. Чаще всего используются операторы вот такие. Select from where. Where у нас фильтрация. Окей. Теперь мы можем указать department. Department, он у нас равен чему? Мы хотим айтишников, да? И тоже запускаем этот код. И теперь у нас выходят только те значения, где у нас департамент айти. Так. Так. Может ли это условие, может ли мы добавить условия? Может ли быть два условия? Может. Мы можем добавить оператор end, да? И скажем, salary у нас должна быть больше. Больше или равно, да? 850, да? И давайте запустим. Видите, у нас здесь вот кульзада, зарплата 800, пик тур, зарплата 950, извините, кульзада. И вот, допустим, мы попросили вытащить у нас только те строки, где департамент равен айти, а зарплата больше 850. И у нас вышел только пик тур. Окей? Так. Окей. Надеюсь, это понятно. Да? Можем поставить условия. Можем также поставить условия or. Или, да? Получается, в этом случае у нас либо одно условие, то второе условие должно быть выполнено. И только в этом случае у нас выйдет какие-то строки. Ну, здесь выходят и строки. Мы, если тут даже добавим, скажем, 500. Так. И давайте, смотрите, теперь либо департамент должен быть айти, здесь департамент айти, здесь департамент айти, либо зарплата должна быть больше 500. Больше или равна 500, да? И здесь у нас зарплата 500 и 600. Окей? Такие вот у нас есть условия. Окей. Так. Ну, можно сделать перерыв, да? Через 10 минут можем вернуться. Окей. Как все это будет выглядеть в Python? Есть библиотека SQL Alchemy и есть другая библиотека, тоже SQL Lite. Мы на следующем уроке попробуем подключить с вами базу данных SQL к Python и уже обращаться через коллаб. Как видите, здесь есть адрес, пор. Ну, это на следующем уроке. И мы можем здесь отправлять запрос, да? Отправлять запрос. Какой запрос мы будем сюда отправлять? Вот, вот этот наш запрос. Будем прописывать сюда, да? И уже он будет обращаться к базе данных и подавать нам те данные, которые мы хотим. Мы можем, конечно, просто взять все таблицы, да? Все данные забрать и потом уже на них смотреть здесь через Python, через Pandas, да? Но можем также указать, если база данных очень большая, будет быстрее, если данные выйдут с SQL. Уже, говорит, раз, пройдет на уровне SQL. Так. Окей. Ну, SQL большой язык. Здесь можно, здесь есть запросы, есть подзапросы. Например, мы можем, есть такая вещь, как подзапросы. Давайте мы возьмем, вот так, IT. И нам нужно что-то побольше. Пусть лучше будет salary, да? Вот у нас первая фильтрация. Первая фильтрация прошла, что мы хотим только тех людей, у которых зарплата больше 5 соток. Окей. Дальше мы можем обращаться уже к этой таблице. К этой таблице. Но у SQL есть select всегда. Select, да? Select, можно сказать там, everything. И from. From это из какой таблицы. И к таблице мы можем обращаться с подзапросом. Вот таким вот подзапросом. И окей. По-моему, подзапрос он у нас скажет то, что здесь должен быть alias. Что такое alias? Это такое название. Сейчас посмотрим. Every derived table must have its own alias. Каждая такая подзапрос таблица должна иметь свой alias. alias это как никнейм. Никнейм. Мы вот взяли, создали такую табличку. Мы можем сказать as, там, as good salary. Вот. Мы дали ей имя. И теперь, когда мы достаем, уже идет запрос отсюда. И вот у нас первая часть, это select. Опять же здесь мы можем взять только имя. Только некоторые таблицы, да. И salary. Пусть будет department. Тоже department. Так. Окей. From отсюда. Окей. И фильтрацию уже можем применять здесь. Окей. Весь вот этот подзапрос, это просто таблица будет. Просто таблица, к которой вы обращаетесь. Здесь уже вы можете делать вкратце другую таблицу. И партнер равен IT. И видим то, что у нас появилась фильтрация. Мы обратились не с вот этой таблицы, которую мы создавали, а под запрос. Сначала мы с запросом создали таблицу, а потом другим запросом обратились. Кроме этого, здесь тоже можем указать порядок, по которому он будет выходить. Например, order by. Order by мы можем указать salary, order by salary. И здесь мы, order by salary, он будет выстраивать наши таблицы. Как в фандесе у нас ведь был sort values. Sort values. То же самое здесь order by salary. Мы можем указать ascending, это от меньшего к большему. Или descending. Descending от большего к меньшему. Мы запустим, что говорит, you have an error in your syntax. Потому что вот так пишется. И уже порядок. Строк у нас идет по зарплате от большего к меньшему. Здесь есть свои группировки, свои join. Но думаю, нам это не нужно. Ок. Так. У кого есть вопросы по SQL? Угу. Да. Так же можно показать вам кейс. Давайте делать так. Ну, этот запрос давайте вот так удалим. Пойдем select. И вы начинаете, когда запрос свой, можете вот так сделать. Select и from-прописателя. Select. Мы хотим. И также есть такой оператор кейс. case. When. И здесь мы можем указать, мы как бы создаем новую табличку. И, например, если у нас зарплата case. When. salary. salary. Можем указать, например, больше. Больше или равна 800. Then. Тогда мы можем, здесь мы указываем новую табличку, что мы покажем. Типа. Then мы можем указать в новой табличке, например, high salary. High salary. И через запятую, в противном случае, что у нас будет, мы можем указать, например, else bad salary. Bad salary. Сейчас еще проверим. А. 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 Окей. И. Вот так сделаем. И туда. И здесь мы, получается, сдаем новую колонку. И этой колонке мы тоже дадим имя. As. salary status. salary status. Okay. Опять же, с какой таблицы. Это у нас таблица называется employee. Давайте попробуем, посмотрим, есть ли у нас здесь ошибки. А. И нам нужно также указать. End. Он говорит. Возможно, где-то у меня запятые не там стоят. Сейчас давайте посмотрим. Мы указали case. В случае, когда зарплата больше 800, тогда в новой колонке у нас будет дано значение high salary. В противном случае, else, у нас будет bad salary. И мы заканчиваем это. End. As. salary. Давайте попробуем запустить. И мы видим то, что у нас появилась новая колонка. Новая колонка. Здесь у нас есть bad salary, high salary. Мы можем уже потом ко всему этому обращаться как к отдельной таблице, как под запрос, да, взять его в скобки. Например, взять его в скобки. Тоже сохраним. As. New table. Так. И к нему обращаемся. Так. Опять в запросе у нас обязательно должен быть select. Select. И мы возьмем все. Все возьмем все. From. Кажем. Team. Да. Хорошо. И теперь мы можем здесь указать. Where. salary статус. Равен. У нас будет только high salary. Так. High salary. Давайте попробуем. И мы видим то, что у нас уже идет фильтрация обращения к этому под запрос. Так. Вот этот кейс понятен? As. New table. Когда мы создаем вот этот под запрос, да, это у нас основной запрос. Select. From. И сюда мы обращаемся к табличке, которую мы типа сами создали. По правилам он не дает коду пройти, если мы не дадим этой новой табличке. или еще полчаса такой никнейм. О. Он в system. Ужимав. Ужимав. Всех вас. Ужимав. 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 Да, это у нас происходит, если мы не используем join, да, можем использовать join, соединить две таблицы, и когда мы обращаемся, пусть будет у нас, давайте мы ее с joinом, join, ну, join, я не думаю, что нам нужен join, но мы можем, например, у нас есть еще одна таблица, пусть у нас будет там orders, какая-то таблица, да, orders, и мы тоже даем ему или с point, там, o, можно сказать, здесь тоже мы можем сами дать, просто вот так, and, и потом мы обращаемся, мы хотим с таблицы, нашей новой таблицы, and, мы хотим name взять, также отсюда мы хотим взять, из таблички and, мы хотим взять salary, да, а из таблички orders, orders, мы хотим взять там другую колонну, например, категория, допустим, и вот эти alias помогают к ним обращаться, окей, ну, я думаю, join, join нам здесь не нужен, мы и так знаем, как делать join, join в Python, это у нас merge, да, merge мы делали, окей, так, окей, здесь вроде, хорошо, нету данных у меня, ну, у меня нет данных, чтобы сказать, что больше использовать, ну, окей, так, ну, хорошо, давайте, кейс понятен, да, кроме кейса есть еще if, тоже похожий, и мы указываем то, что salary больше или равно с места, и следующим мы пишем просто, что мы хотим видеть там, high, а следующим аргументом, что мы хотим видеть в противном случае, вот у нас условие, если одно удовлетворено, то мы пишем high, если не удовлетворено, мы пишем low, окей, давайте попробуем применить, конечно, потому что здесь нам нужно провести, мы поменяли, окей, теперь смотрите, в этом подзапросе, опять, то же самое, что мы сделали в прошлом запросе, давайте даже вот эти вещи, вот эти части удалим, и обратимся к самому запросу, к самой табличке, вот так, и работает так же, как кейс, тоже мы добавили новую табличку, новую колонку, точнее, и указали, да, если зарплата больше 80, мы здесь укажем как high, здесь же как low, так, окей, хорошо, теперь хотелось поговорить с вами о нормальных формах базы данных, обычно, давайте сейчас открою базу данных, база данных у нас выглядит так, наверное, у нас вот есть, пусть будет аэропорт базы данных, у нас есть таблицы, и база данных состоит из нескольких таблиц, давайте мы откроем здесь одну таблицу, вторую таблицу, третью таблицу, и четвертую таблицу, окей, здесь у нас все самолеты, данные о самолетах, есть ID, модель, range, year, color, сайт, номер, country, дальше у нас есть табличка с клиентами, здесь у нас также есть ID клиентов, есть имя, телефон и age, окей, дальше у нас есть билеты, у билетов есть ID, ID самих билетов, потом trip ID, это ID перелета, сервис класс, цена и client ID, мы обращаемся здесь, вот у нас здесь, смотрите, здесь есть, у них свой ID, да, и в клиент тоже у них есть свой ID, получается у них есть колонка с одинаковыми значениями, по той таблице и в другой, мы можем при желании их связать, окей, дальше у нас есть trips, вот у нас есть ID трипа, окей, потом у нас есть trip code, окей, departure, и дальше у нас airliner ID, окей, давайте посмотрим, у нас вот airliner, это наши самолеты, у нас есть также ID, мы можем связать его с поездками, да, вот у нас есть ID, дальше airliner ID, trip ID, окей, и у нас дальше у нас есть тикет с trip ID, мы можем связать тикет с trip, trip можем связать с airline, да, и также у нас здесь есть в тикетах клиенты, получается клиент у нас, вот клиент связан с тикетом, тикеты связаны с trip, trip связан с airline, можно найти, и там можно найти такую связь, при желании связать, да, и давайте здесь мы, здесь у нас reverse engineer, next, сейчас он достает схему, мы можем все это провизуализировать, да, он покажет у нас какие-то, какие-то схемы, и как они друг с другом связаны. Так, нам нужно airliner. Мазаданов, гейлборд, гейлборд, все, мы гейлборд, и он нам показывает вот такую вот связь, так, здесь у нас, вот не обращайте внимания на вот эти значения, что-то у нас какая-то, не очень получилось, да, это база данных такая, окей, давайте посмотрим на вот эту базу данных, вот это все, смотрим на вот эту базу данных, смотрите, у нас есть паспорт, есть учителя, есть класс и есть человек, первая нормальная форма, допустим, у нас такая вот таблица есть, посмотрим сюда, номер, в первой форме нам главное, чтобы значение таблицы, вот видите, в колонке, это ведь у нас колонки, чтобы значение в колонке давали только одну часть информации, одну часть информации, как выглядит у нас знак, знак у нас там, он может быть, сначала идут какие-то буквы, да, потом идут какие-то цифры, потом могут быть еще какие-то буквы, да, и мы знаем то, что какая-то часть этих букв, например, нам говорит, в каком городе, да, или в какой области зарегистрирован автомобиль, значит, можно вот этот номер тоже разделить, да, чтобы информация, элемент информации был только один, значит, мы можем разделить, разделить его вот так вот, минимум на две части, да, можем на три части разделить, если эти буквы у нас не просто порядковые, а тоже что-то значимое, и вот первая форма как раз-таки смотрит, чтобы у нас все эти данные были разделены. Теперь, марка, допустим, у нас здесь Hyundai Sonata, да, но Hyundai это отдельная марка, Sonata это ее модель, поэтому Hyundai Sonata мы тоже должны будем разделить, чтобы в одной колонке у нас была Hyundai, в другой, чтобы у нас была Sonata, окей, дальше стоимость автомобиля, окей, здесь нам ничего менять не нужно, да, стоимость, она и так атомарная, и так всего один элемент информации дает, и технические характеристики у нас есть, коробка передачи, топливо, объемы, у нас тут целый список, мы тоже хотим все это разделить, да, все разделить, привести по такому вот, по такому вот, к вот такой вот форме. Номер у нас разделился, у нас первые буквы, нам показывает область, да, или город, цифры, и потом последние цифры, потом марка тоже отдельно, модель отдельно, год, стоимость, мы не трогали, коробка, вид коробки передач, топливо тоже отдельная колонка будет, и объем двигателя тоже отдельная колонка. Вот у нас таблица, ну, можно сказать, такая запутанная таблица, и здесь у нас уже таблица в более такой организованной форме. Зачем это делается? Мы, например, можем загруппировать теперь по марке автомобиля, да, мы можем посмотреть, сколько Hyundai продает в год, сколько Mercedes-Benz продает в год, в целом делать все то, что мы делали в пандусе, именно в плане группировки. Так, окей, теперь вторая форма. Вторая нормальная форма говорит то, что отношение находится во второй нормальной форме тогда и только тогда, когда оно находится в первой форме. Значит, во-первых, там не должно быть много информации в одной колонке, они должны быть вот так разделены, и каждый его неглючевой атрибут неприводимо зависим от первичного ключа. Первичный ключ, мы с вами говорили, что такое первичный ключ, и давайте мы здесь посмотрим. Например, вот у нас такая таблица. табельный номер, пусть это будет наш, сейчас, пусть это будет наш ID, да, пусть это будет наш праймер-регим. Иванов ИИ, он программист, он программист из отделка разработки и разработка, сопровождение и приложение сайта. Теперь, мы знаем то, что это относится к, скажем у нас, относится это к Ивану, отделы разработки, также относится к Ивану, да, и у нас разработка и сопровождение, можно даже сказать, у нас идет вот так вот, отделы разработки, собственно, к программистам, и разработка и сопровождение уже прописывается здесь, да. И что мы хотим сделать? Мы хотим разделить эту таблицу, хотим разделить эту таблицу так, привести вот в такую форму. отдельно убрать отделы разработки и отдельно, отделы разработки и описание, да, окей, описание, оно относится к отделу разработки, в целом описание здесь будет. И здесь мы сделаем идентификатор подразделения, почему? Потому что, смотрите, у нас здесь есть программист, да, программисты, и у программистов уже свои есть какие-то направления. И вот наша задача разделить это так, чтобы здесь у нас был программист из первого отдела, там, бухгалтер из какого-то там тоже первого отдела или второго отдела. Например, если он frontend, это будет первый отдел, если он background, у него будет второй отдел и так далее. Но, и теперь у нас идет третья форма, третья нормальная форма. Вы можете первую, вторую форму так на ней не заостряться, вы в целом первую форму поняли, да. Вторая, обычно мы приводим все в третьей форме. В третьей форме, окей. В третьей нормальной форме у нас говорится то, что то, что все значения должны быть привязаны только к праймаринке. Вообще, вот разница между второй и третьей формой, она такая размытая. Там, как вы даете определение колонки, да, типа, в том плане, типа, интересно, можно ли посчитать то, что к программистам отдела разработки влияет или относится к праймаринке напрямую. Вы можете сказать, ну, как будто бы относится. Или можете сказать, нет, он относится к программистам, а потом уже программист относится к Иванову. И самая конечная цель – это сделать так, чтобы у нас был вот прайм реки Иванов, дальше в нем программист. Если у программиста есть несколько подразделений, мы все, мы это уберем в отдельную таблицу. Сюда у нас будет программист для программистов и какое-то подразделение, да. Также у нас будет здесь программист, здесь будет его отдельное подразделение. Программист, фронт-энд, бэк-энд, тестировщик. Окей, дальше у нас идет бухгалтер, да, бухгалтер. И здесь у нас тоже его отдел, первый отдел, второй отдел, третий. Что мы хотим, чтобы у нас получилось? Чтобы у нас получилась вот эта часть, чтобы у нас осталась, да. А здесь мы хотим прописать отдел отдел, первый отдел, второй отдел, третий. Чтобы вот эти все, чтобы вот эти все буквы, всю вот эту информацию не писать. Она у нас будет записана, она будет записана в другой таблице, чтобы она не повторялась. Абсолютно верно. А, нет, в праймарике у нас здесь будет фамилия, имя, отчество. Вот у нас таблица должностей. Правильно. Вот эта должность, она будет здесь, в праймаре. Здесь она будет праймарике, а здесь она будет форенике. Ну, например, мы можем как сделать еще? Хороший вопрос. Правильно будет, как нам разделить? Возьмем программистов. Программистов тоже не будем прописывать здесь сразу значения. Пусть у нас будет вот здесь такая таблица. Должность у нас будет также отдельно, да. Каждая должность. У нас будет таблица должностей. И у нее будет ID свой, да. Свой ID, это будет его праймарик. ID первый, ID второй, ID третий. И мы можем делать так. Здесь у нас первый ID, это программист. Второй, это бухгалтер. И третий, это продавец. Дальше мы можем сделать еще другую таблицу. Например, с подразделениями, да. С подразделениями, например, у него подразделение 1, да. У кого-то там подразделение 1, 2. Тогда для программистов мы сделаем еще отдельную табличку. И у нас будет также ID. И здесь у нас будет ID 1, 2, 3. И здесь у нас будет там frontend, backend, тестировщик. Итого у нас с одной таблицы получилось 3 таблицы. Вот это описание можно тоже сюда добавить. Но приведение в нормальную форму, это вот такой процесс. И все, у нас получилось только вот Иванов. И его подразделение, да. Так, окей. Здесь у нас вот так вот. Окей. Ну, здесь, например, не разделили. Не разделили так, как мы на 3, да. Здесь разделили просто вот подразделение взяли и убрали в отдельное. Но если у нас программистов много, как вы говорите, можно, чтобы слово программист не повторялось, мы можем сделать отдельную таблицу для программистов. Так, окей. Надеюсь, это понятно. Давайте посмотрим снова на вот эту табличку на наших фил. Опять же, мы можем представить, как все это может быть у нас быть записано в одной таблице. Но тогда, вот смотрите, у нас билеты, во-первых, есть клиенты. Для каждого полета у нас будут свои билеты. Для каждого билета у нас будет тоже свой клиент. И у одного клиента может быть больше билетов, больше, чем один билет. Поэтому у одного клиента там будет несколько строк. И как бы таблица будет запутанная. С ней работать, из нее что-то вытаскивать займет больше времени. Окей. Вот получается. Давайте подытожим. Третья нормальная форма нужна, чтобы, или она требует, чтобы все значения относились к прайм-реки напрямую. Напрямую. Как мы видим, у нас здесь вот получилось две таблицы. Если мы возьмем, здесь отдел разработки, бухгалтерия, отдел реализации. Здесь у нас два основная таблица. И значение относится здесь к ID напрямую. Программист тоже должен вот так вот относиться напрямую. Но здесь, как мы говорили, хорошо было бы разделить еще отдельно программистов. Тоже сделать здесь один, два, три. И уже для каждого, для программистов отдельно сделать табличку, где их подразделения будут. Говорили front-end, back-end, тест. И получается здесь у нас будет выглядеть как-то так. Имя, должность в виде таких ID. И подразделение тоже будет в виде вот таких ID. Ну, должность в целом, если сделаем должности, сделаем отдельно для них ID. Можно сделать как ID. Можно сделать и этими текстами. Так, окей. Надеюсь, это понятно. Окей. Так, у кого есть вопросы? Потому что нормальные формы чуть-чуть запутанная тема. Вроде понятно. Так, окей, хорошо. Тогда давайте мы... Пусть домашним заданием будет взять одну таблицу, составить одну таблицу, точнее, составить базу данных. Ставьте базу данных. Например, вот у нас есть такая база данных для таксиста. Вот у нас есть заказ, диспетчер, клиент, ценовые коэффициенты, водитель. Мы составим таблицу. Вы можете выбрать другую отрасль. Пусть это будет школа или еще что-то. И разделите эту таблицу. Пропишите так, чтобы таблица была... База данных состояла из нескольких таблиц. И чтобы таблицы были приведены в третью форму. Окей. Можете на выбор взять небольшую 2-3 таблицы. 4 таблицы делайте. Свяжите. Укажите, где у вас primary key, где у вас foreign key. Окей. Надеюсь, это понятно. Да? Кур, есть вопросы? А? Вы можете просто ставить ее, даже от руки прописать, или на листочке, написать, прописать на листочке. В онлайн-компиляторе в целом мы можем создать базу данных как бы в виде SQL. В виде SQL тоже можем создать базу данных. Но я думаю... Да, давайте сделаем в виде SQL. Мы создадим create table, создадим базу данных, укажем ID, вот у нас здесь есть вот этот текст, он на Ailer есть. Что мы укажем? Мы укажем ID, тип данных его, допустим, это у нас школа, да? И пусть у нас будут учителя, ученики, классы, там, и что еще может быть? Учителя, ученики, классов, в целом 3 хватит. Мы укажем на name, составим таблицы, и мы можем указать, где у нас primary и где у нас foreign key. Уже, как бы, ваше домашнее задание будет выглядеть, как бы, вот так, первая таблица, вторая таблица и третья таблица. А уже при введении его в нормальную форму, вы и так будете составлять ее так, чтобы она была в нормальной форме. Пусть у вас слово нормальная форма не пугает. Самое главное, что вам нужно сделать, чтобы данные, не повторялись, чтобы у вас данные разделились, чтобы не было везде ученики, учителя, классы, все в одной таблице, и вы и так это не будете делать. Вы сделаете и так три отдельные таблицы. Три отдельные таблицы сделайте и свяжите их в primary key и foreign key. В целом, это вся работа. Хорошо? Окей. Ладно, тогда мы на сегодня закончим, и на следующем уроке мы с вами посмотрим на, скажем, на